Народной артистке Российской Федерации Вере Алентовой 77 лет, а ее коллеге Лии Ахиджаковой 81. Лия Меджидовна отказалась от услуг пластических хирургов. В борьбе с возрастными изменениями ей помогает неугасаемая энергия, оптимизм, любимая работа в театре и насыщенный гастрольный график. На звездных тусовках актрису можно увидеть не часто, однако не так давно Ахиджакова посетила премьеру фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Поклонники оценили, как свежо и бодро для своего возраста выглядит артистка. Согласитесь, приятно увидеть лицо любимой актрисы, не перекошенной от пластики и уколов красоты. А вот Вера Алентова для борьбы с возрастом выбрала тяжелую артиллерию – пластическую хирургию. И если сначала эксперименты с омоложением были более-менее удачными, то со временем пластика изменила лицо артистки почти до неузнаваемости. По мнению специалистов, Алентова прибегала круговой подтяжки лица, блефаропластики, инъекциям ботокса, коррекции губ, скул и носогубных складок. В СМИ говорят о том, что во время очередной круговой подтяжки возникло перенатяжение кожи, в результате чего исказились природные черты лица актрисы и изменилась мимика. После блефаропластики морщины под глазами растянулись и стали еще более отчетливыми. Поэтому знаменитость решилась на повторную блефаропластику, в результате которой глаза стали асимметричными. Довершила картину неудачная коррекция губ. Они имеют неровный контур и асимметричную форму. Несмотря на не самые удачные эксперименты со внешностью, Вера Алентова не стала закрываться от публики. Она продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева и певица Надежда Кадышева ровесницы обеим известным дамам 60 лет. Бессменная солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. По мнению звезды, пластика лишит ее индивидуальности, которая так необходимо любому артисту. «Я считаю, что артистам нельзя трогать лицо. Это же инструмент, им нужно работать», – восклицает Надежда. Стилисты Кадышевой все же советуют ей подкорректировать возрастные изменения, но Надежда лечь под нож хирурга пока не решается. Певица признается, что в борьбе с возрастом ей помогают дорогие и качественные косметические средства, а также правильное питание. Основу ее рациона составляют свежие овощи, рыба и каши. «Я готовлю каждый день и делаю все на раз. Все успеваю, потому что встаю в 6 утра», говорит знаменитость. По данным СМИ, телеведущая актриса Лариса Гузеева потратила на услуги пластических хирургов уже более миллиона рублей. По мнению экспертов, звезда делала блефаропластику и подтяжку лба, в результате чего брови поднялись вверх, а взгляд стал более распахнутым. Кроме того, имела место быть контурная подтяжка лица, а также подтяжка и липосакция шеи. Специалисты также утверждают, что знаменитость делала кантопексию изменения формы глаз. За счет поднятия уголков глаза Гузеевой приобрели миндалевидную форму, которой не наблюдалось в молодости. Невероятно, но актрисе Ольге Дроздовой 54 года, а ее коллеги Ольге Спиркиной 55. Дроздова выглядит просто отлично для своего возраста. При этом артистка уверяет, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, а применение ботокса и филеров вообще считает для себя неприемлемым. Насмотрелась на то, как женщины, сидящие по 15 лет на блокирующих мышцепрепаратах, становятся обладательницами лица тряпочки. Оно не тренируется, атрофируется и обвисает. Выглядит это ужасно, признается Дроздова. Ольга считает, что выглядеть молодо ей помогает хорошая генетика и благодарит родителей за свою моложавую внешность. Актриса признается, что из-за постоянного недостатка времени даже у косметолога бывает нечасто. Однако Дроздова все же не отрицает, что со временем будет вынуждена прибегнуть к услугам пластических хирургов. На сцене я должна быть женщиной и содержать в порядке свой фасад, через который транслирую мысли и чувства великих авторов. Главное обратиться к грамотному врачу, чтобы не перекосило откровенничает знаменитость. А вот актриса Ольга Спиркина в вопросах пластики не новичок. Для потяжки овала лица артистка решилась на лифтинг золотыми нитями. Однако из-за некомпетентности врачей, результат этой, казалось бы, не очень сложной операции оказался далек от идеала. Лицо актрисы неестественно исказилось. Появились непроходящие синяки. После операции прошло две недели, мне выходить на съемочную площадку, а у меня с лицом творится что-то страшное. Щеки уползли вверх. Было впечатление, что я все время хочу рассмеяться или чихнуть, жаловалась Спиркина. В итоге звезде пришлось делать еще несколько операций, чтобы исправить ошибки горе-специалистов. С клиникой, испортившей внешность знаменитости, актриса даже судилась. Причем суд встал на сторону артистки и постановил выплатить ей денежную компенсацию за нанесенный ущерб. Актриса Мэрил Стрип и примадонна российской эстрады Алла Пугачева – ровесницы. Обеим знаменитостям 70 лет. Мэрил Стрип – известная противница пластической хирургии. Она не боится стареть и подсмеивается над коллегами, которые пытаются скрыть возраст с помощью пластики. Каждому свое. Я понимаю, что стареть досадно, особенно для женщины. Но думаю, что люди выглядят очень смешно, когда замораживают свои лица, говорит Мэрил. Удивительно, что карьера этой актрисы с возрастом становится только успешнее. Новые морщины вовсе не мешают ей получать интересные роли в кино. Специалисты убеждены, что Стрип не лукавит, когда говорит о своей неприязни к пластике. Однако, по мнению экспертов, помимо массажей и пилингов, звезда почти наверняка прибегает к процедурам биоревитализации и мезотерапии, которые напитывают кожу особыми веществами для сохранения молодости. К тому же, красиво стареть Мэрил Стрип помогает хорошая генетика. Выраженные скулы и удлиненная форма головы позволили предотвратить обвисание кожи и сохранить четкий овал лица. Алла Борисовна выбрала иной путь в борьбе с возрастом. Она неоднократно обращалась к пластическим хирургам. Специалисты замечают, что Примадонна делала блефаропластику. Причем достаточно удачно, разрез глаз практически не поменялся и лицо певицы не потеряло узнаваемости. Помимо этого, артистка решилась на круговую подтяжку лица, лифтинг или посадку подбородка. Подруга Пугачевой, Мила Андреева, однажды разоткровенничалась в интервью о том, что Алла Борисовна чуть было не лишилась жизни из-за инфекции, занесенной ей во время одной из пластических операций. Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась. На нее страшно было смотреть. Слава богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо, рассказала Мила. Актрисе Анастасии Вертинской 74 года, а ее коллеге Ирине Мирошниченко 77. Вертинская обращалась к услугам пластических хирургов еще в начале 2000-х, при первых же возрастных изменениях. СМИ говорят о том, что актриса делала круговую подтяжку лица, изменила разрез глаз и форму губ. По мнению многих поклонников, такие кардинальные преобразования лишили Вертинскую ее природной красоты и естественности, а также изменили мимику актрисы. К тому же была утрачена главная изюминка Анастасии, ее пленительный восточный разрез глаз. А вот актриса Ирина Мирошниченко решила не вмешиваться в естественный процесс старения. Она категорически против пластики. Актриса признается, мне кажется, что не надо себя менять, не надо в зеркале видеть чужое лицо, это все от лукавого. Надо быть самой собой. У меня есть формулировка, стареть надо красиво и с достоинством. Ирина убеждена, что в любом возрасте необходимо жить достойно, тогда и сам будешь себя уважать и окружающие. По ее мнению, несмотря на возраст, нужно не переставать удивляться, мечтать, строить планы и быть в хорошем расположении духа. Телеведущие Роза Сибитова и Екатерина Андреева ровесницы, им по 57 лет. Роза откровенно признается, что неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, в то время как Катерина панически боится каких-либо хирургических вмешательств. Андреева решила поддерживать свою естественную красоту, не прибегая к пластике. И это ей, как нам кажется, с успехом удается. Екатерина ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания и пользуется только натуральной косметикой. В то время как Роза Сибитова после сделанной липосакции, круговой потяжки лица, ботокса, блефоропластики и мамопластики изменилась кардинально. Пошли ли на пользу главной свахи страны, все эти манипуляции решать не нам. Но о естественной и природной красоте здесь уже говорить не приходится. Итальянская актрисе Софи Лорен 85 лет. И ее российской коллеге, народной артистки Алиси Фрейндлих 85 лет исполнится совсем скоро, в декабре 2019 года. В сети часто сравнивают этих легендарных актрис, признавая, что обе женщины выглядят прекрасно для своих лет. Однако специалисты уверены, что Софи Лорен прибегала к пластическим операциям неоднократно, хотя сама она это отрицает. А вот Алиса Фрейндлих выступает против пластики и с уверенностью утверждает, что ей не нравятся перетянутые лица коллег. Однако Фрейндлих признается, что единожды все-таки пробовала инъекции ботокса, но поняла, что это ей не подходит. Алиса Бруновна заметила, что после процедуры у нее изменилась подвижность лица. А это, по ее справедливому мнению, недопустимо для актрисы, ведь живая и естественная мимика – главный инструмент хорошего артиста. Актрисы Ирина Муравьева и Татьяна Васильева тоже практически ровесницы. Ирине 70 лет, а Татьяне 72 года. Васильева признается, что ложилась под нож пластического хирурга неоднократно, однако результат ее не очень-то устроил. В то время, как Ирина Муравьева избрала для себя путь естественного старения. К пластике актриса никогда не прибегала. Ирина радует поклонников свежим видом, минимум косметики, обаянием и отличным чувством юмора. 66-летняя актриса Елена Проклова постоянно прибегает и к пластике, и к услугам косметологов. Специалисты утверждают, что Елена делала ринопластику, блефоропластику, круговую потяжку лица, ботокс, а также очевидные инъекции гиалуроновой кислоты в губы. Результат получился достаточно неоднозначный. А вот ее коллега, одна из самых красивых актрис Советского Союза Ирина Алферова, в свои 68 лет выглядит очень естественно. Да, возрастные изменения никто не отменял, но морщинки, как нам кажется, не лишили актрису ее шарма и обаяния. Итальянский модельер Донателло Версачи и народная артистка Российской Федерации Евгения Симонова ровесницы, им по 64 года. Евгения не старается искусственно молодиться и спокойно принимает свой возраст. Она уверяет, что не прибегает к пластике и предпочитает вести правильный образ жизни. Симонова рассуждает так. Не хочу чужого лица, пусть оно стареет, но остается моим. Донателло Версачи изменила свою внешность пластическими операциями, буквально до неузнаваемости. Пластика губ, мамопластика, ринопластика, подтяжки, лазерные шлифовки, ботокс. В список того, к чему прибегала Донателло, можно продолжать до бесконечности. А вот каков результат, оцените сами. Певицы Сати Казанова и Анна Седокова ровесницы, обеим девушкам 37 лет. Сати – ярая противница пластической хирургии. Она убеждена, что стареть надо красиво, благородно и естественно. Артистка считает бессмысленной гонку за идеальной внешностью. В борьбе с первыми возрастными изменениями звезда предпочитает техники самоподтяжки лица и другие способы нехирургического омоложения. Сати признается, овал лица можно скорректировать и дома. Главное – знать упражнения и делать их регулярно. Я вылепливаю красоту своими руками, осознавая, что тело – это храм. А вот Анна Седокова, похоже, с такой философией не заморачивается. Профессионалы в области пластической хирургии уверены, что певица делала мамопластику, ринопластику, контурную пластику губ и скул, а также инъекции ботокса в лоб. И это в 37 лет. В соцсетях поклонники пишут Анне комментарии с такими просьбами. «Остановитесь с пластикой! Хватит свое лицо перекраивать! Пластика отвратительна! Верхняя губа как хобот! Лицо всю прелесть потеряла! Что у вас с носом? Все эти пластические операции убили вашу красоту!» Услышит ли певица своих фанатов или продолжит модифицировать внешность? Пока загадка. Роскошная актриса Моника Белуччи и эпатажная певица Маша Распутина – ровесницы. Обеим дамам 55 лет. Моника выступает за правильное питание, позитивный настрой и регулярную интимную жизнь. Она с достоинством принимать свой возраст и не боится стареть. Актриса ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов. Белуччи признается, пластика – это совершенно не для меня. Никогда не лягу под нож. А вот наша Маша выбрала путь отчаянной борьбы с возрастными изменениями. Эксперты убеждены, что нещадным преобразованием подверглись грудь, губы, нос, скулы и подбородок певицы. Из-за пластики носа некоторые подписчики углядели схожесть Распутина с Майклом Джексоном. Куда исчезли былая индивидуальность, живая мимика и естественные эмоции, за которые зритель когда-то полюбил эту артистку. Певица Любовь Успенская и актриса Шерон Стоун почти ровесницы. Успенской недавно исполнилось 66, а Шерон Стоун 62 года. Блистательная актриса является сторонницей естественной красоты. Она утверждает, что не делает пластические операции, так как вполне довольна собой. Вот как рассуждает Шерон. «Мне кажется, что в искусстве старения можно позволить себе некоторые неидеальности. Они придают образу чувственности и сексуальности». А вот Успенская, похоже, не собирается прощать себе эти возрастные неидеальности. По мнению специалистов, внешность певицы подверглась кардинальным изменениям. Блефаропластика, мамопластика, контурная подтяжка лица, ринопластика, инъекции и филеры – это лишь небольшой перечень того, к чему прибегла артистка. Сама Успенская в пластике не сознается, уверяя, что посещает лишь кабинет косметолога. По ее словам, весь секрет в правильном спа-уходе. А вы в это верите? Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.